Сегодня стартовал второй этап досрочных выборов. До 13 сентября включительно горожане, имеющие право голоса, но не имеющие возможности проголосовать 14 числа, могут сделать это заранее на своих избирательных участках. Таким правом обладают граждане, которые планируют покинуть город в день выборов, либо будут заняты на работе или учебе, а также имеющие проблемы со здоровьем. Достаточно лишь приложить к бюллетеню заявление с объяснением причин. И хотя подобная практика вводится впервые, она уже была встречена с одобрением. В связи с отъездом, отъезжая к родственникам, помогать картошку копать, решил свою волю досрочно изъявить. На выходных мне уезжать нужно будет, а вот это гораздо удобнее так вот прийти и проголосовать. То есть не остался мой голос как бы неучтенным. Это очень удобно нам, потому что в выходные дни перепадают, люди выезжают на дачу, кто в деревню. А членам участковых избирательных комиссий придется немало потрудиться. Накануне они начали работу с бюллетенями, каждый из которых после процедуры предварительного голосования отправится в отдельный конверт, а не в привычную урну. И только в день выборов, 14 сентября, они все попадут в прозрачную емкость. Сегодня и завтра избирательные участки будут открыты с 14 часов до 20.00. А вот в день тишины, 13 сентября, их работа завершится в 6 часов вечера. Население, вы знаете, настолько неожиданно это для нас было, что население идет хорошо. Вот за час с небольшим мы где-то уже 75 человек пропустили. Сегодня у нас даже наблюдатель, для нас это также неожиданно, что сегодня нас, оказывается, пришли и наблюдает, как мы это делаем.